Самая диковинная программа центрального телевидения «Весёлые ребята» при неувидаемой моде на телеэстраду снимает не просто пение под фонограмму в интерьере, а концептуальные ролики-видеофокусы. Новшество сразу замечено телезрителями, но названия ему пока нет. Слово «клип» употребляется только в узкопрофессиональной среде. Ку-ку, ищите нас, поёт мафия. Фи-фи, вряд ли вы найдёте нас, поёт мафия. Ку-ку, ищите нас, поёт мафия. Фонарист Андрей Кнышев и режиссёр Виктор Крюков протаскивают на центральное телевидение молодёжное подполье. Группы, обычно дающие лишь квартирные концерты, стараются найти соответствующее изображение. Первые советские клипы – коллажи. Обычно соединение своих лиц и фигур с ландшафтами и интерьерами из западных журналов. Прорыв, опережающий потребности. Национальный клип появляется раньше национальной рекламы. «Я всё умею, я всё умею, я всё умею, я всё умею». Танцуем всю ночь, танцуем весь день, отложим до завтра всю дребедень, и это не зря. Это был год 82-й. Подъём молодёжного музыкального подполья, русского рока, он даже отчасти легализуется. Созданный в Ленинграде рок-клуб проводит свой первый фестиваль. Движение осторожно поддерживает молодёжная печать. Статьи в «Комсомольской правде» за подписью «Отроицкий», «Час розовый», «Разгром Веросы» и «На урок приглашается рок» по Нигири к ленинградским группам определяют линию противостояния. Вся продвинутая молодёжь на компакт-кассетах слушает питерские команды, повторяя вслед за аквариумом «Рок-н-ролл мёртв, а я ещё нет» и «Я вызываю капитана Африка». В фестивале в Ленинграде начало 80-х – «Золотой фонд русского рока». Майк Науменко «Зоопарк» с песнями про дрянь, которая переспала с его барабанщиком, про «Тебе уже 18, мне всего 37» и «Лето» сегодня сейшн в Лен Совета. Виктор Цой – «Кино». Сажают алюминиевые огурцы на брезентовом поле. Константин Кинщев – «Алиса». Экспериментатор. Они самоотверженно прививают ритм неритмичной родине. Гуру движения – всегда последний в фестивальных концертах Борис Гребенщиков, «Аквариум». «Мы встретимся снова, мы скажем привет, в этом есть что-то не то». Топография питерского рока. На углу Невского и Владимирского проспектов стоячий кафетерий ресторана «Москва» по прозванию «Сайгон». Двойной кофе в щербатых фаянсовых стаканчиках – 22 копейки, одинарный – 15. Главное место – встреч, стрелок и общение, тусовок. В пяти минутах ходьбы на улице Рубинштейна, 13, Межсоюзный дом самодеятельного творчества. Здесь у рок-клуба комната, а в зале проходят концерты. Между выступлениями групп страшно долго настраивают аппаратуру. Гребенщиков со зловещей многозначительностью пробует микрофон. 16, 17, 18. Публика ревет, когда к концу концерта доходит черед до супер-хита «Рок-н-ролл мертв, а я еще нет». Теперь в бывшем «Сайгоне» магазин итальянской сантехники. На углу Невского и Рубинштейна установят мемориальную доску в память о застреленном здесь вице-мэре. В зале выступает детский театр «За Зеркалье». Но рок-н-ролл мертв, а я еще нет. Рок-н-ролл мертв, а я. Те, что нас любят, смотрят нам вслед. Рок-н-ролл мертв, а я еще нет. Ромовая кинопремьера начала года. Фильм «Асса». Благодаря режиссеру Сергею Соловьеву молодежное подполье выходит в лидеры современного искусства. На показы в ДК московского электролампового завода давятся толпы. Со времен веселых ребят «Асса» – первый советский фильм, звуковую дорожку которого, саундтрек, можно выпустить отдельно. Скромный титр «Композитор» Борис Гребенщиков. Еще звучат песни групп «Браво» и «Кино». Любовный треугольник с примесью детектива на фоне другой советской реальности. Я плакал, но я знал, что первым космонавтом я не хотел быть. Я не идиот. ВВС. ВВС. Военно-воздушные силы. ВВС. Невиданные киногерои. От отцов – вор в законе, до детей – отвязный музыкант. Высший взлет перестроечной киноромантики. Екатерина II. Довольно долгое время переписывалась с Вольтером. Давно гостила в чудесной стране. Там плещутся и в ингентарной волне. В тенистых садах там засыли веков. И цвета фламинго плывут облака. В 88-м году кажется, что молодежи, переполняющие дворцы спорта и стадионы в СССР, совсем не нужен рок по-английски. Кажется, он здесь никому не будет нужен и впредь. В 88-м единство русской аудитории и русского рока нерасторжимо. Публицистичен даже «Аквариум». Хиты Гребенщикова в зрелую перестройку. Исполнение из Вертинского «Я не знаю, зачем и кому это нужно», всеми воспринимаемое как песня про войну в Афганистане. И никто не додумался А просто встать на колени И сказать этим мальчикам, что в бездарной стране Этот поезд в огне И этот поезд в огне всеми воспринимаемое как песня про перестройку и даже про Горбачева с Раисой. Полковник Васин приехал на фронт со своей молодой женой. Группа «Кино» с неистовым Виктором Цоем во главе бросает главный девиз русского рока его лучшей поры. Перемен Мы ждем перемен Оглушительный успех сваливается на «Наутилус Помпилиус» из Свердловска. Лидер команды Вячеслав Бутусов, одетый во френч и галифе, выпивает тексты, написанные Ильей Кормильцевым. В них политэкономический анализ социализма почти как в толстом журнале. Нищие молятся, молятся на то, что их нищета гарантирована. Скованные шар цвета хаки, мы гороховые зерна все время звучат во взгляде. Страна сокращает трудное название группы до «Нау». Фраза «Ален Делон не пьет одеколон, живет как пословица», а у плодовитых Бутусова-Кормильцева в хитах еще и романтическая «Гудбай, Америка, О!» и сентиментальное «Я хочу быть с тобой», с переделкой недоброжелателей «Я хочу быть как Цой». Юрий Шевчук переехал из Уфы в Ленинград. Революция ты научила нас Его смачная группа «ДДТ» сермяжная правда русского рока. Она же, как известно, исконная, пасконная и домотканная. Ты слышишь, как вскричала душа среди оси. В моде объединение ленинградских примитивистов, художников и музыкантов-художников с бородами и в тельняшках. По имени Дмитрия Шагина они зовутся Митьками и пишут картины с названиями типа «Меня ударили доской, лежу я с болью и тоской». Митьки отнимают пистолету Маяковского. Митьки приносят свои уши Ван Гогу. В старом понимании художники, работники Мольберта и Холста. Ой, корышки бедные, в общем. Одни только ножки торчат. Митьки никакие не живописцы, но они больше, чем просто художники. Оказывается, для этого рисовать надо совсем чуть-чуть. Среди прочего, Митьки представляют фантазии на темы культовых киногероев Чапаева, Сухова и Жеглова. Публика восклицает «Прикольно». Специалисты говорят о первом проекте в жанре советской народной мифологии. К Митькам себя причисляют Борис Гребенщиков и Андрей Макаревич. В Митьковских сходках участвуют Шевчук, Бутусов, Чиж. Почвенный концептуализм в образе алкашей-пофигистов под программным девизом «Дык, Ёлы-палы». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова